Я как-то возил экскурсию, приехали в начале 2000-х годов к нам на завод Немцы, мы с ними контактировали, с переводчиком хорошим, мне всех дал, там, Тойоту, по-моему, какую-то крутую, такую большую, поведите им экскурсию, вот я немцам, блин, ну, че я... Ну, че я буду рассказывать там про народный дом, да, вот чем их, за что зацепить? Ну, я начал там, Роман Гуль, который там живет, и все, какие-то наши фильмы, им так понравилось, что... Я говорю, ну, концлагерь, там наш концлагерь, они так сразу на меня не одеют. Я говорю, первый концлагерь в России, один из первых появился в Пензе, по заветам нашего величия, где он пишет, там, собрать этих проституток, кумаков и прочих, 100 человек в концлагерь. И согнали их около церкви, ну, где сквер Дзержинского, а потом построили вот где коммаш, где потом кирпичный завод был, и коммаш, эти бараки с рабочей силой. Ну, Ленин назвал концлагерью, он, конечно, был не такой, там, с колючей проволокой, с автоматами, как это, но, тем не менее, люди на принудительных работах. Я говорю, вот, словечки-то появились. Ну, еще какие-то вот такие моменты зацепил, они обалдели. А потом мы ему, что, в таком восторге, в таком город показали. Ну, а зацепил я буквально, там, двумя-тремя какими-то моментами, которые привлекли внимание, а это я знаю уже, вот, а много езжу, да, ну, вроде бы все, ну, и это обычно, это обычно, вдруг тебе бах, какие-нибудь факты, экскурсологи, ты к нему уже лучше по-другому прислушиваться. Поэтому без старого центра Пензу не покажешь, не рассказывай. Современные показывают, ну, через Теварбеку, они везде-то, да, такие районы, да. Раньше мы могли поразить тем, что Пензу была действительно самым зеленым городом. Сейчас нет такой. Сейчас этого нет. А по старым, по фотографиям, середина 50-х, 60-х, 70-х Пензу, это сказка была. Продолжение следует...